дефицит в россии или белоруси тоже и в россии и беларуси везде все усложнило белорусы могут чего возить эти машина машина европы россиян уже все есть запрещен а у меня то баспорт тоже российский а вот белорусский получил и все может можно здесь да у меня вид на жизнь а я могу жить все все привилегии на этом закончились выбирать не можете в общем-то да не сильно в этом и верим на контакт сажек ну пойдет вот посмотрите дороги все здоровье ужасно ужасные он и раз европы почувствовал вообще сразу ехал блин пипец пошел чужим точнее сожалению да пипец дороге сейчас очень убитые только значит так я думаю в течение месяца полтора так начинать делать примерно с этого есть у нас проблема на какие у тебя планы куда следующий путешествие поедешь дагестан поеду хочу попробовать себя в роли гида авторский тур будет почему еще даже этот минивэн потому что чтобы было комфортно вот потом у меня турция 12 мая яхтенная и потом вообще с яхтенной если там моя помощь нужна была что я поеду в турцию с дагестан сразу но еще не факт что азербайджан открыт то есть азербайджан получится привязать через старую грузинскую дорогу но это тоже неплохо дорога красиво вопрос что если я турции пойду то я туда скорее всего в узбекистан я там не был это узбекистан киргизстан таджикистан казахстан я очень хотел бы посетить ее потому что сейчас непонятно что дальше делать из-за этого как бы хотелось бы просто проехать чтобы посмотреть круто было конечно поехать на автодоме либо поехать на мотоцикле пока что имеем то имеем я кстати думал о том чтобы построить прицепы типа капли или прицеп каравана такого небольшого но конечно непонятно то есть еще как вообще на такие путешествия лили смотрится супруга ну вроде как ей нравится и она с удовольствием бы только ездила ездила давид тоже у нас уже имеет большой опыт путешествия и поэтому опять же здесь и нормально комфортно но мне очень отлично она все раскладывается поэтому даже здесь можно переночевать случае чего но это опять же не автодом где можно было остановиться переночевать то есть все таки топлива и конечно же проживание это все таки статья расхода одна из крупных ну по россии наверно не такая крупная как проживание но так вот да согласно ну сразу проживание по россии сейчас на данный момент 2000 рублей надо ориентироваться за отель за жилье шевле ну хостел 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 да ты найдешь да ты можешь что-то найти по полторы тысячи придорожные там 1600-1800 но большие города все сразу две тысячи пятьсот ну да большие города будут смотреть такие вот люди здесь такие просторы допишки такая вот реальность это у нас район да такой свежий но виши дороге то есть беларуси сразу славы не за хорошими дорогами в этом много вообще каждая будет после каждого лета после каждой зимы всегда такая жопа но сейчас как-то прямо очень чувствуется что сейчас они начнут стоить в доме здесь стоит кажется что он немножко как пизанская башня да похоже по папа вот это как пизанская башня построен этот свежий дом такой хороший район весь свежий буквально 6 7 лет и почувствуешь кофе ну в этом я думаю что будет не так дешево то есть думаю что 60 тысяч и выше евро то есть у нас город достаточно большой это областной город и в среднем у нас цена на квартиры у номера 40 но 35 40 достаточно до хрена я считаю что то именно здесь он иногда вот задумываешься просто процент образования нынешние и просто охреневаешь я бывал он сейчас был че-то какой-то пушный вещь продавал там за 30 рублей там 10 долларов чтобы поесть шаурму это стоит 10 рублей то есть одну треть ты просто взял и съел один раз то есть из один день по сути себе ел бы шаурму съел бы ту вещь который ты мог пользоваться там несколько лет то есть настолько как-то все ценообразование вот абсурдность стала во многих ценах что все не стоит столько сколько она сейчас стоит типа того это искусство завышен да 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 то есть мне кажется это искусство что эта инфляция специально обрезание денег у людей накопление убирается у тебя сейчас бывает продукта дороже чем одежда дороге для счета сейчас как-то так по еде тоже такая тяжко эти польша литва в этом плане мне кажется дешевле будет даже так они получили только услуги до дорожного дачи ну и топлива топлива дороже топлива еще на жилье все-таки дороже но как ты вот европу почувствовал разница после войны жилье жилье очень дорогое это многое услуги дорогие очень сильно и все сломается запады выше гораздо у них минималка там там во франции в этом 1300 1500 евро чуть-чуть получат минимально и здесь там 200 евро так конечно разница это большая еще пожалуйста здесь такие широкие дороги сюда в минске вообще здорово вместо того чтобы дешево тебя ты проскочил просто это у нас да сейчас дело там очень прикольная дорога вот вы хоть прям камни еще не дайте на линии если да я поехал сюда не стал становиться девушка устал думала сейчас гулять его не когда я получат уже погода хорошая тогда будешь еще шел поэтому не смысл должен там ну да уходить с проскочил на топа гелёв смотрим да надо гелёв большой гуртах и это не ожидал гурт большой достаточек дороги там и все как раз иди вообще в другой конец вот спрашивать артику хорошо такой же здоровые 97 года 2 400 газ установил сейчас подготовить все мне на еще долларов 700 обойдется на газовщина не кушать гучила сейчас еще пока тестируют пропаны только поставил мы начали говорить в чем проблема еще рынка потому что видишь опять же государства и как-то общество может и борется с этим но не получается у них они за счет вот воза автомобилей только свежих да то есть пятилеток ты можешь возить из-за этого есть своя сложность из получается что тот хлам который у нас остается он все просто убивается убивается и на мы объехали вот всю беларусь я ездила же брест смотреть машины и реально то есть мне вот с этого еще повезло пусть даже внешне она кажется такая уставшая на самом деле она очень бодрая у меня некоторые механики прямо матом говорят ни хера себе я там что случилось вот эту пищу как бы а так все вот настолько все ушат она все убита у людей денег нету и стоимость автомобилей как только началась война поднялась процентов на 30 то чем дело из-за войны подошли возможно это кризис корона кризис который дал дефицит каких-то моментов но суть того что стоимость либо просто это инфляция мы это не чувствуем но реально вот чтобы к слову не было ворд эксплуат рак какие дороги на нас ворд эксплуат рак пикап я его покупал за 15 потом был кризис нужный был кризис у нас я его продал за 7 с половиной 7 а сейчас он 110 то есть представляешь насколько так разница да это просто потому что нас опять же имеет наше общество видео этих непонятных и санкций всего это вообще только через горток а сейчас приезжаем через него у нас город разделена две части задних помню и вот ленинский район вы не любите такую подробнее побольше или какой-то комикчик больше 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 даже когда могилёв третий размер у нас тут не про мать или путь и минск сразу допустят могилёв сам потом низкого помилили потому а вот так вниз на вроде идти пуск идёт он пресс-тиграно все города белоруссии да но белоруссии видишь проблему что климат я вообще как сам с мурманского там то мне кажется мурманчане все думают классно уже на югах живешь все же 2000 километров 200 а как мне лично мне здесь уже не нравится потому что не хватает моря здесь экология послабее похуже так что есть свои вопросы а экология в чем вы даже здесь чернобыль а километров и чернобыль 10 километров 200 а здесь сочин вобили вообще ерунда и опять же кстати до границы украины тоже 200 километров это сказывается нет вообще никак вот просто вот вообще никак ничего не чувствуется не видно это более старый район это не думаешь стресс ну да кто-то вот вижу передел на что-то сделано так конечно это уже старая такая настройка живут да а что делать у нас 10 миллионов населения вроде бы сейчас на здесь да да сейчас с 2020 года будет население на миллион уменьшилось а вроде как 9 миллионов во всей беларуси или уже 400 тысяч опять же может тоже большая часть уехала вот района целое настроили не пешка очень много почему-то не падают цене растет а люди скоро с деревень переезжают к городам где-то вычитал что живя в городе особенно в квартире на днк как-то это прописывается и человек деградирует в квартире живет в этих человек муравейниках 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 получается согласен за года весь мы что все равно против друг другом каждый сам за себя тима вот как бы говорили у тебя все-таки болезни жить кроме типа да да болезни потому что как-то как строкируешься а так дома это большой сгусток негативной энергии ну да ладно это все теории философия как каждому согласна согласна тут свои плюсы-минусы решаю вы же сказали сейчас дом надо содержать все на других на квартир проще ну многих квартир считается проще как я уже говорил мне например я не вижу сложности если не говорить о том что только это в большей площади конечно ремонт будет стоить дороже чем в квартире в остальном случае я не вижу сложности там прикрутить один саморез если он отвалился там от забора ну понятно что через 10 лет что-то придется делать но в квартире ты тоже через 10 лет ты делаешь ремонт а если тебя сломается ты просто так же нанимаешь человека который придет живо ты тоже с равно нанимаешь и платишь и супруга ценят что мужу касты наверно разве девушка всегда бывает хорошо а вот дальше не хватает до пучки мало зарабатываешь мало помогаешь у нас находишься навсегда дороги красивый классный дух 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 вот так вот видишь как по стиральной доске какая сироп кстати будет это же не знаю они наверно не воруют ну принцем такой понимаешь делать хорошую дорогу ты не сможешь постоянно кормиться на ней ремонтировал каждый год и руководил дорогу а так ты все сделай все и забыл забыл кормушка закрыта а так получается государство отправляет деньги частным компаниям частной компании что там кому-то потом откатик что-то там сделают постоянно вот вижу ремонт есть он уже начали залепить ну какой-то ремонт шляпа ну дорогие заматки делают просто на накидали смолы потому что у нас и камни эти вот ровная вот такие кочки с хорошими вообще кочки-то буквально девочные то убиться можно зато списали сколько миллионов сюда да да ты кстати заметил нашу арку когда въезжал с минска в могилёв у нас такая большая арка на кольце не обратил внимание что ну ты даешь там у нас шумиха была там на нее потратили несколько миллионов долларов чисто чтобы просто встречала гостей с минска а я не понравился туда ну как бы кажется глупо да 2 миллиона ну кому-то было хорошо кто-то же ее строил кто-то на этом заработал у нас к сожалению весь бизнес большой это в стройке метелесообразных объектов серьезно должна ну да это вы все умеет сейчас что-то построить на этой стройке все у кого-то там чиновников есть свои там прихватывает плане ну конечно конечно такой магазин санта да это торговый центр торговый центр очень много уже конечно тоже есть моменты что вечер пустует вообще сейчас беларуси немного с предпринимателями поджимают немножко сложнее стал налоги увеличили контроли стал больше в россии свободно в этом плане в россии по налогоблажения плюс опять же по финансовым каким ты знаешь момент например беларуси если ты получаешь так вот там перевод на карты с карты больше двух тысяч евро в год ты все страны выше облагаешься в россии там со спиры на спирт перекинут другой карта на другую карту вообще проблем нет а здесь все сразу идешь это так вот так что скоро и в россии скорее всего сделают тоже это сделать октябрь всегда получать октябрьский район от заднепровый октябрьский ленинский дворами это старый большую сейчас район мы уже выезжаем на улицу и в этом честно на слабоцкое направление заказал себе ремкомплект металлов машин ну такой вот достаточно городок скучный все принципе серы как и все вот как-то в европе светлее да вот почему непонятно то есть просто границу переехал и все и сразу вот вот эта серость уезжаешь другую страну прям солнце яркое такое прямо больше даже просто польша вот она совсем другая пока я вроде даже покупка такая же гляну да а все равно все какой-то зелененько все какой-то получше тут покомфортнее мне нравится больше мне нравится литва но конечно с нынешних сейчас ситуациях что-то не очень много катят мне кажется это лишнее знаешь это как такое ощущение что иногда надо маленькой собачке много гавкать типа что-то ей перепадет а когда большая собака ей это гавкать и не надо так потому что на свои силы показывать конечно такие какие-то лишь маленькие страны они чтобы отработать свою косточку наверно пилает побольше чем остальные сейчас сейчас они ограничили узнаешь я думаю про эти долбаные санкции что ограничить граждан россии на получение виз усложнились и плюс въезд в европу кто от этого проиграл 80 процентов населения не выезжает с россии там ну ладно из беларуси может чуть меньше потому что это рядом границ беларусы опять же они выезжают выездные ну кто от этого проиграл то есть средний класс которого не так много ну пусть их там будет 2 или 3 миллиона ну пусть 10 миллионов просто они перестали ездить и в итоге европа перестала дополучать прибыль россиян которых не пускают уначале из других стран и тратить деньги все что изменилось вот часто настолько это абсурдно как ну блин ну просто статистику проведите да то есть просто европа стала недополучая такое ощущение что наоборот это еще манипуляции идут против европы чтобы как-то что-то срезать поэтому мне какие-то вещи вот кажется вообще а то что перестал делать визу ну и хер с ним что да выживым без европы европы это вообще маленький кусочек клочок земли по сравнению со всей нашей планеты правильно и там за три дня можешь проскочить все да да там быстро просто все здесь такие просторы я ссылочка на канал максим будет в описании первым комментариям да не забывайте ставить лайк писать комментарии это продвигает продвигать видео и делитесь с друзьями это новый тренд надо делиться с друзьями это помогает тоже точно 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 так тут такие леса красиво так бывает ну леса да у нас есть еще это газовый трубак прямая рада гайдет чисто даже не знаю талии ракетали родящие да да ну это мой выехали почти с города здесь район такси но при этом тебя здесь никто не убьет безопасность беларуси очень хорошие получается не воруют да вот так уже не с нами символ те люди которые уже давно не приезжали за границей думаю что здесь еще там еще что-нибудь конечно уже нет не закрываешь не открываешь не паришься вообще с этим и что просить и проехал до было в свое время там 2000-х годах меня помню ограбили но это было так давно что в ростове-на-дону но все больше большинстве случаев такой ситуации не происходит не было ничего такого нету ну понятно что есть районы где лучше не ходить но это логично да там если люди бухают это на лавочках уже никто не бухает у нас нельзя пить пиво в общественных местах то есть тоже да ну ты на улице будете идти отдадут штраф за эти с этим работу занимаемся поэтому все кто-то и все что-то и делают уже дома сидят за этого и стало очень достаточно безопасно милиции много как и в россии а много здесь вообще сложно устроиться милицию армия и сети есть это можно всегда по стране пойти мне конечно нравится такие просторы большие здесь до сутки уже стрем с европой да конечно не за себя между машин спокойно поставить для моей машины машина здоровая простор я честно думаю что у тебя какой-то будет виде универсала это обычный просто называется называется лимузин лимузин лимузин